привет дорогие подписчики и зритель канала меня зовут артур мы продолжаем проходить silent hill down poor я не играл несколько дней но я помню что мы закончили где-то около этого кинотеатра и по моему кстати говоря вот именно здесь где-то находятся апартаменты вон там по моему где лампочка горит это по моему тот самый вход куда я хотел пойти как вы помните в последний раз когда мы выбрались сюда я вас желал вернуться назад потому что мне сказали что здесь был квест ну помните где-то мы проходили по апартаментам и там был повешенный паренек по моему это то самое место нужно в его квартире найти о как темно нужно в его квартире найти какие-то вещи это откроет там доступ к интересному сайт квест собственно этим мы сейчас и займемся парень у нас был по моему на втором этаже меня вообще удивляет проработка локаций в данной игре так закрыто понятно особо значит мы никуда не попадаем ладно видимо этот сайт квест мы все-таки пропустили ну что ж поделаешь пойдем дальше посмотрим что нас ждет в этом тогда кинотеатре так вообще нам по заданию нужно найти то ли приют то ли монастырь что-то эдакое сейчас посмотрим как выберемся на улицу и будем уже от этого плясать дальше хочется отметить вообще некрасивая некрасиво неудобная здесь ориентация в меню то есть просто так нельзя посмотреть карту приходится заходить сюда потом перелистывать сюда потом перелистывать еще и потом уже мы попадаем на карту так мы находимся здесь рядом с этим собственно зданием а нам нужно попасть да вот в этот вот довольно близко находится ну ладно давайте осматриваться я думаю по дороге мы найдем кучу всего интересного удивляет проработка локации то есть несмотря на то что большая часть игроков даже не заметит такое внимание к деталям этот пройдет мимо них как бы двигаются по сюжету двигается но вот именно локации сделаны по моему очень круто так сколько у нас патронов в пистолете как вообще сняться лица так шо на сюда мы можем войти я предчувствовал это скорее всего мы пройдем насквозь его и попадем как раз куда-то туда куда нам нужно хотя могу и ошибаться с одной стороны так чуть такое пленка хорошо с одной стороны вот этот плохо ухты вот вот про что я как раз говорил только что с одной стороны ультрафиолетовый фонарик не особо хорош в плане освещения но он позволяет заметить вот такие детали тут кто-то потек кровью судя по всему а так ничего не видно так что давайте его оставим чуть-чуть помаленьку но видно все таки что-то и вроде как эта местность заброшена на тишина гробовая просто так что у нас тут секунду так даже какой-то мне сегодня ничего какой-то мне сегодня не рабочий режим трудно сконцентрироваться так может здесь что есть тоже ничего ладно блин довольно темно тут то есть вообще блин нифига не видно я пока не понимаю что то нам тут нужно или что вообще но по крайней мере следует я думаю будет отнюдь не лишним посмотрим короче говоря здесь у нас гамбургеры стандартная американская пища так что это такое ой как темно ладно нам похоже сюда давайте посмотрим что у нас тут еще есть в этом зале потихоньку помаленьку будем исследовать блин эти двери самозакрывающие конечно меня понемножку вымораживают особенно когда отвыкнешь от этой игры долго времени в нее не играешь но здесь мы подобрали пленку видимо нам нужно ее будет где-то использовать ладно больше пока ничего не вижу конечно такой темноте очень легко пропустить детали но вроде как больше пока ничего не видать так тут у нас туалет я надеюсь вы слышали этот шепот непонятный тоже чья-то кровь вот эта проработка то есть ее вообще можно не заметить пройти но тем не менее вот такие детали они просто есть вот эти следы крови вот они совершенно не нужны то есть или вот эти вот это чё опять у нас след от какой-то инвалидной коляски похоже да 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 кого-то на коляске повезли похоже отсюда сюда 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 и в кинотеатр но проход у нас загорожен давайте пойдем оттуда посмотрим этот полный набор что-то каратит последний раз вот так вот когда шептали в туалете это в итоге ничем хорошим не закончилось если вы помните это по моему первый дед спейс был там в туалет натурально было страшно заходить так мы выходим в кинозал я честно говоря если бы слышал такие шумы то я бы точно в этот кинотеатр мне пошел бы но мёрфи у нас парень похоже не лыком шитый ему на все пофигу блин чё так темно то я так понимаю эту пленку нам нужно куда-то вон туда мне кстати сказали помните мы вначале находили сейф который был закрыт мы не могли подобрать к нему комбинации тихо подсказали эти комбинации мол это бонусы за предзаказ там можно получить винтовку рыбовик еще что-то но я предпочитаю не пользоваться этими вещами то есть по умолчаниях в игре быть не должно это бонусы для тех кто купил специальные здания и на мой взгляд они и и вам здравствуйте мне тут определенно не рады и пауз месси так ну понятно что тут не хватает пленки вставить я не могу похоже что нет может мне как-то питание сначала нужно дать что я вообще тут делаю и сюда пришел так закрыто и какой-то кодовый замок на 4 цифры давайте попробуем наугад а даже 5 ладно так не бывает так подожди да нет возьми ты пожалуйста обратно пистолет хорошо хорошо значит будем искать где-то код если сможем найти конечно почему я не могу сюда поставить пленку я так и не понял потому что она у меня по идее есть но тем не менее давайте осматриваться могу сказать неприятный место еще одна пленка хорошо может в этом в ультрафиолете что-нибудь увидим да вроде нет это что у нас просто стекло да там похоже ничего нет ну ладно а больше я тут не вижу мест куда что-то можно было бы воткнуть я даже не знаю то что делать то возможно мы сюда позже придем когда код какой-то найдем потому что и бумажек нет каких-либо с подсказками подожди вот тут на Павла у нас ничего такого не лежит нет подожди подобрать а вот смотри так хорошо трудно это не заметить так короче говоря тут пишется про то что только авторизованный персонал может получать доступ к оборудованию для нарезки то есть фильмов соединения монтажа нескольких пленок в одну так работать только с помощью защитных перчаток ну чтобы не испортить пленку ну чтобы не испортить пленку до того как использовать ну эту нарезку фильмов убедитесь что фильм который вы используете очистен очищен с помощью метилового хлороформа мне это зачем вообще все двадцать четыре двадцать семь дюймов перед стартом каждой пленки ну это мне вообще ничего полезного не дало единственное может двадцать четыре двадцать семь двадцать семь двадцать четыре тоже нет да не бросай ты пистолет ну что ж ты делаешь так ладно давайте искать дальше сдается мне что пока что мы тут ничего особо не найдем возможно позже ну чуть-чуть посветлее было бы ёлы пахты вообще же ничего не видно так может гамму прибавить она по-моему на максимуме уже стоит потому что я представляю как это будет да гамма на максимуме представляю как это будет смотреться на ютубе который сам по себе еще затемняет картинку неоднократно уже замечено так ладно ничего вообще ничего я вообще не пойму назначение этой комнаты ну да собственно я в этой кинонауке не особо хорошо разбираюсь каких-то еще дверей тут вроде как нет ну то есть есть вот это вот на выход но она завалена ой чё так темно то шо так темно так а тут мы пришли и в принципе я больше тут пока ничего не вижу и кроме того мне не нравятся эти звуки так что пошли на выход возможно мы сюда позже вернемся когда что-то будет пока что я тут не нашел ничего юзабельного у нас есть две пленки но мы их не можем вставить видим сначала мы должны попасть в ту комнату вообще блин туда ведут следы но они обрываются у нас вот собственно и все ладно пойдем не вижу я пока никаких подсказок позже мы тут еще будем я думаю либо я что-то натуральное не понимаю верфь хоть ты бы мне подсказку какую-то дал еще пленка три пленки но нам это ничего не дает мы все равно вставить не можем какой же туда код в женском туалете может да и в женском ничего нет давайте еще раз вот тут посмотрим возможно я тут что-то упустил но пока что честно говоря сдается мне что все что мог я тут сделал если только знать код но подбирать его случайным порядком это сами понимаете сколько времени займет неоправдано так ладно не солоных или бомши уходим отсюда уходим ну да странная была локация я не понял честно говоря назначение но она мне понравилась такой заброшенный кинотеатр где постоянно какие-то шепоты что-то эдакое сегодня сейчас пока я играю время 8 вечера уже практически лето так что еще не стемнело возможно поэтому я нифига не вижу в темноте возможно вам будет лучше видно так ну тем не менее пойдемте дальше что мы тут вообще имеем бешеный провал куда-то вниз в пустоту что подобрать мне предлагает у нас палка но палка мне пока не особо нужна так там у нас ничего там я пролезу нет мне конечно и не нужно особо туда но было бы интересно нет не пролезаю тут у нас у нас кувалда пригодится пойдемте дальше возможно сейчас сзади как-то я к этому кинотеатру подойду и что-то получится у нас там но пока что ничего не видно может лестницу как-то опустить во молоток в местной боевке рулит скорость если будешь быстро наносить удары пусть и слабые враги просто ничего не смогут ей сделать а а хорошо осталось найти багор а вон у нас что куда ведет ой 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 да отвалить ой мне кажется тут особо-то ничего нет ой там кто-то стоит это что у нас такое это же как его там подписчики назвали комментаторы царь леонидос так маленький мальчик abducted пока шел домой из школы 6-летний мальчик был похищен неизвестным когда шел домой со школы учился в начальной школе робинса последний раз был виден выходящим из школы примерно в 2.30 один шел никаких свидетелей рядом с ним не было пока что нам не от чего отталкиваться говорят детективы так если кто что знает говорит позвоните нам по горячей линии план перехвата объявлен пропал мальчик короче говоря я думал мы как-то отсюда попадем в кинотеатр но судя по всему нет так парняга подожди это же девушка или это все-таки парень я думаю что он там где мы видели лестница висит нам туда сейчас нужно для этого нам нужно найти багор то есть крюк таким макаром я думаю проберемся дальше и насколько я знаю современные игры крюк ты у нас слабак ты не можешь подтянуться на 30 сантиметров наверх крюк должен быть где-то поблизости так давайте так ну-ка подожди лично спуск метро тихо на меня заметила что ли поднимаемся она уже за нами или он я так и не понял там было в тумане не разглядеть но по-моему это была баба крикливая да да на так ну что мы тут делаем мы заходим лично какая-то серия больше на исследование ух ты да это их не кинотеатр по улице приезжает полиция так что я сюда могу на эти пленки наверно не могу сюда не нужно запись то есть нужно пластинка видимо для этого патефона кровь причем эта кровь в ультрафиолете не светится косяк так мир в чё-то там смотришь ладно были чё кровище-то столько чё тут делаю вообще да кровище порядком так хорошо где мне найти эту запись шарахаемся в потемках натурально не фигурально выражаясь натурально просто как ёжик в тумане на мы тут и в тумане шарахаемся на туман тут не самый страшный самый страшный это темнота в которой нифига не видать так но здесь видимо жила семья мама папа и два ребенка то не было кухонька довольно старомодный такой домик чуть чуть подобрать а стул стул нам не нужен тут ничего давайте поднимемся по лестнице куда ведут кровавые следы подожди она чё прям на картине что довольно тревожное место надо отметить так детская кроватка на которой набрызгана кровь и Это самый уродливый кукол, который я видел в своей жизни Так, что подобрать-то? Ага Крутилка Так, а это там? Это нам не нужно Похоже, мы подбираем запчасти Так, это я стул могу подобрать Стул нам не нужен Я подбираю запчасти к... К патефону этому Хорошо Птичка Птичка это всегда хорошо Так, понятно, где мы находимся Ага, а вот и пластинка О, тут на кровати кого-то убили, похоже Так Виниловая запись Пачка сигарет Да и, собственно, все похоже Давайте попробуем применить это все Блин, такие Картины Прямо кого-то смотрит на тебя Так, ну что, патефон Хорошо Отлично В музыке определенно что-то декстерское есть Так, подожди Нормально Так, что дальше? А, тебя надо до конца проявить, что ли? Чего-то произошло вообще? Поверни время вспять Что это значит? Чего-то это мне все меньше и меньше нравится А, теперь в эту сторону Ладно Тихо Вы видите, он там справа наверху на лестнице? Блин Чего-то Что-то мне не очень охота это делать Офигеть Ты жену порубал, что ли? Офигеть Какого хрена? Какого хрена? Так Че происходит? Ой, твою мать Офигеть А, скотина Ой, блин Сожги его душу Тихо Да, блин А, сожги Фу, блин Что-то мне жутковато как-то стало Вы заметили, у Крик был Очень похож на крик Быстрого зомби Из Half-Life 2 Практически один в один Блин, я че-то Че-то я Перенервничал Че, все что ли? Да, ну это было круто, это было очень необычно Вот эти сайдквесты Они, конечно, офигеть Мда Так, видимо, выбираемся Может у меня тут что-то появилось новое Навряд ли, конечно Сейчас этот дом выглядит кедрее, не фигнее Так, ладно, как мне отсюда выйти Так же, как зашел Хорошо Блин, ну это было необычно Такого я еще не видел И, собственно, я думаю, это прекрасный момент Завершить эту серию Практически вся серия была Блуждание в темноте Но, тем не менее, под конец нас вознаградили Довольно интересным сайдквестом Который вы могли просто не заметить Как и все в этой игре Вот именно такая проработка деталей Мне и нравится в ней То есть, несмотря на корявую боевую систему Несмотря на Не самую лучшую графику Вообще не фирменную Сайлент-хиловскую атмосферу Вот эта проработка Вот этот вот квест Его очень многие люди Просто бы пробежали Не заметили Или забили бы там Бегать еще с каким-то багром Но, тем не менее Какой офигительный был квест, да? Это было по-моему круто Как бы там ни было Увидимся в следующей серии Постараемся там пробираться уже к монастырю Или, может, еще что-нибудь такое же по дороге встретим Короче говоря, увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok